Тенденции цветокоррекции не стоят на месте и все чаще и чаще в том же кинематографе вместо привычного яркого сочного Тилент Оранж мы с вами видим мягкие приглушенные цвета. Это конечно же касается не только кинематографа, это затрагивает и дизайн квартиры, дизайн одежды и конечно же фотографию. Такой минималистичный подход, который затрагивает в последнее время все сферы нашей жизни и деятельности связан конечно же с тем, что мы живем в эпоху большой информативности, в эпоху цифровизации. И где бы мы ни находились, нас с вами окружает много-много лишнего шума. Под шумом я конечно же подразумеваю весь тот шквал информации и визуализации, который падает на нас с вами буквально каждую минуту и каждую секунду. И я в обработке своих фотографий тоже склоняюсь к такому подходу, минимализм буквально во всем, но при этом фотография не выглядит черно-белой. И сегодня мы с вами обработаем городскую фотографию в таком простом минималистичном стиле и вы увидите как это выглядит очень даже неплохо и привлекательно. Фотография с которой я буду сегодня работать будет находиться по ссылочке в описании к этому видео. А для тех, кто впервые на моем канале, меня зовут Сержо, вы на канале АСК и вы можете скачать бесплатный набор пресетов на моем сайте, ссылочка также будет находиться в описании. Итак, больше не будем терять времени и приступим к обработке, поехали! Вот наша с вами фотография и что мне на ней нравится, что здесь такая композиция и идущий человек с его круглой головой как бы дополняет вот эти вот статуички, которые также выполнены в форме человека. И все это выглядит достаточно интересно, как будто у нас, собственно говоря, является элементом данной стальной инсталляции, является ее продолжением, добавляет динамики. Точки пересечения сводятся к голове нашего персонажа, который шагает по улице и все это добавляет динамики и сюжета данному снимку. А первое, что мы с вами делаем, друзья, это проваливаемся в самый низ. Нам необходима панель трансформации, кликаем кнопочку авто, мы видим, что Lightroom с этим замечательно справился, больше ничего не делаем. Единственное, что я хочу чуть-чуть кадрировать и убрать лишнее с этого кадра. К самой верхней панели нажимаем кроп, обрезку, пропорции снимка я сохраняю, менять не буду. И, наверное, хотелось бы обрезать вот таким вот образом, но эти вот столбы, мне не нравится, как они разрезают левую часть снимка. Поэтому я подтяну, пожалуй, чуть-чуть повыше. Вот таким вот образом, чтобы попасть левым краем на границу столба и чтобы у меня появился дополнительный фрейминг на моем снимке. Кликуй Enter. Да, замечательно. Вот именно это то, что я и хотел увидеть. Немного поправлю микрофон, а то он мне загораживает настройки. Едем дальше. Теперь мы двигаемся в самый верх. Нам нужны с вами базовые настройки снимка. Давайте проявим этот RAW файл. Светлые области я убираю всегда в минус 100. И вы видите, как сразу у нас в светлых деталях добавилась информация. Следующий ползунок тени. И мы с вами делаем то же самое. То есть добавляем информацию, но только в темных местах нашего изображения. И вот таким вот образом проявляем ту информацию, которая находится в тени. Пожалуй, я остановлюсь где-то на значении 85. И я слегка прижму белый. Для того, чтобы убрать излишнее свечение, поставлю я немного где-то на значение минус 20. Сюда мы еще вернемся немного позже. А пока двигаемся ниже. Нам нужна с вами тоновая кривая. И теперь обратите внимание, в кривой сверху у вас несколько значков. Раз, два, три, четыре, пять. Если у вас активирован самый левый значок, то ваша кривая будет зажата, зафиксирована настройками Lightroom. Нам это не нужно. Обязательно выбираем белый кружочек RGB. У вас появляется линейная кривая. И вы теперь можете гнуть ее абсолютно так, как вам захочется. А захочется нам добавить немного атмосферы в это изображение. И делаем мы следующим образом. Зажимаем клавиши Alt и Shift. Для того, чтобы наши движения были плавные, таким образом мы фиксируем положение курсора. В самой середине отрезка ставим точку. Теперь у нас кривая разделена на две половины. И оставшиеся две половины мы делим еще ровно на две части. И нижнюю тоже. И таким образом у нас получилось четыре отрезка нашей кривой. Правую верхнюю точку я до сих пор удержу Alt и Shift, чтобы у меня движения были плавные, как вы помните. Самую верхнюю правую точку мы отклоняем немного вниз. На несколько стопов я поставлю значение 245. Этого будет достаточно. И наши самые светлые области стали немного матовыми. И в них добавилась информация. Теперь мы среднюю точку трогать не будем. Перейдем к предпоследней точке. Вот к этой, которая находится снизу. И тянем ее вниз. Где-то я поставлю значение 50. Наша фотография стала контрастная. Но этого мало. Берем точку черного. Это самая нижняя левая точка. И тащим ее вверх. Где-то примерно на значение. Давайте поставим 15. И вот у нас появилась такая легкая дымка, легкая матовость. И теперь давайте посмотрим у нас самый нижний отрезок. Найдем там еще середину примерно. И потянем его слегка вниз. Для того, чтобы получить немного контрастности. Не в самых темных, а в средних участках изображения. И у меня это значение будет где-то, пожалуй, наверное 20. И давайте теперь нажмем глазик и посмотрим, как было до, после. До, после. Уже довольно-таки неплохо. Теперь мы давайте с вами перейдем в красный канал. Зажмем опять сочетание клавиш Alt-Shift. Разделим нашу кривую, пока еще прямую, напополам. И вторую часть, нижнюю, еще раз напополам. И вот эту вот получившуюся точку. У меня сейчас значение вход и выход стоят 65. Я потяну вниз буквально на три значения. 65 было, 64, 63, 62. Этого будет достаточно. Теперь переходим в синий канал. Зеленый не трогаем. Здесь делаем то же самое. Делим нашу кривую пополам. Второй нижний отрезок делим еще раз пополам. И самую нижнюю точку поднимаем вверх, удерживая кнопочки Alt-Shift на значение 10. Таким образом добавляем в тени легкой синей дымки. И синие тени всегда смотрятся очень достойно. Если даже вы их глазом практически не замечаете. Но ваша фотография таким образом становится более интересной. Теперь, друзья, перейдем в смешение цветов и подрегулируем немножко наш цветокор. Ориентироваться мы будем на все объекты. В первую очередь на человека. Видите, у нас он такой красноватый получился. Красные ладони, красные ухи. И это мы немного с вами поправим. Насыщенность красного я сразу подрегулирую, чтобы убрать эту излишнюю красноту. Если вы будете удерживать кнопочку Shift, ваши движения будут более плавные. Сделаю я на значение 50. И теперь перемещусь в Тон. Также удерживая кнопочку Shift, я уведу в сторону оранжевых оттенков красный цвет. Где-то на значение 7 этого будет достаточно. Если ваша панель смешения цветов выглядит как-то иначе, то активизируйте значение, которое называется Все. И она будет отображаться так же, как у меня. Далее я кликаю левой кнопкой мыши и возвращаю масштаб изображения на все окно. И работаем дальше. Так, посмотрим. Желтый цвет я увожу немного влево. Ориентируюсь на куртку мужчины, на здание. Вот там на два кольца, которые идут слева от его головы. И выставляю значение минус 20. Наш желтый цвет становится более приятный. Он ближе к оранжевому. Зеленый у нас тут тоже кое-где мелькает. Хоть его и мало, но мы видим здесь его на знаках. И я хотел бы его убрать. Для начала я тон зеленого цвета сделаю ближе к желтому. И у меня это значение будет минус 75. И сразу зеленый насыщенность я уведу, чтобы он сильно не бросался в глаза. И у меня это будет значение, ну, даже вот посильнее, минус 80. Никакие артефакты зеленого нам здесь, в принципе, не нужны. Далее смотрим цвет морской волны. Кое-где у нас присутствует. Мы его сделаем немного синим. Уведем вправо на значение плюс 15. А синий я уведу от фиолетовых. Потому что вправо синий, это вот видите, фиолетовый. Я уведу немного влево на значение буквально 10. Дальше двигать не надо. Сильный циановый цвет, это далеко на любителя. Идем ниже, смотрим фиолетовый. О, фиолетовый у нас есть. Его, правда, немного. Он вот здесь на штанах нашего персонажа. И вот здесь на плакатах. Да, мы его сделаем, давайте, на значение минус 85 фиолетовый. Прижмем сразу его насыщенность. Где-то примерно на значение, наверное, минус 70. Вот таким вот образом. Давайте посмотрим, было, стало. Ну, что ж, довольно-таки неплохо. Двигаемся дальше, смотрим пурпурный. Похоже, у нас его здесь нигде нету. Можем оставить его в покое. Переходим к яркости. И давайте посмотрим, что мы с вами сделаем. Значение оранжевого я немного подниму на плюс 20. Сделаю его посветлее. А то он слишком грязноватый. Желтый. Желтый также можно осветлить. Тоже не сильно. Я думаю, на значение плюс 20. Синий давайте сделаем слегка потемнее. Назначение минус 15. И насыщенность синего я, пожалуй, тоже слегка приберу. Немножко сделаю его вот таким вот образом 15. Далее, друзья, я вернусь в базовые настройки. Сделаю снимок все-таки чуть-чуть посветлее. Немного, буквально, но значение даже поменьше. Если вы будете удерживать кнопочку shift, то вы можете ювелирно прямо на одну десятую шага двигаться. У меня это будет плюс 0.15. Следующим шагом я хотел бы добавить рамку, но я не хотел бы использовать виньетирование. Я, пожалуй, возьму градиент, причем обычный, линейный. Выберу его. Если стоят здесь значения, можно нажать кнопочку сброс. Добавлю вот так вот. И теперь экспозицию уведу немного влево, но не сильно. Назначение минус 0.7. И теперь, что мне кажется, еще здесь не хватает. Левый верхний угол, слишком светлый. Я не буду здесь при помощи искусственного интеллекта выделять небо. Мне, в принципе, хочется просто слегка затемнить левый верхний угол. Кликаю добавить новая маска, выбираю линейный градиент. Тяну то значение, которое мне кажется слишком светлым. И теперь экспозицию я веду влево, но не сильно. Это будет значение 50. Нажмем на глазик. До, после. До, после. Так уже картинка более целостная. Еще мне кажется, что нужно немного затемнить правый край фотографии. Кликаю новая маска, линейный градиент. Подтягиваю вот сюда. В общем, максимум, что я хочу, это сделать больше внимания на нашего центрального персонажа, который дополняет инсталляцию. Итак, выделили экспозицию. Здесь я сделаю посильнее. Посильнее. Ну, у меня будет это значение минус 0,9. Это еще не все. Добавляем новую маску. Выбираем радиальный градиент. И я хочу сделать центр снимка немножко посветлее, чтобы вся концентрация внимания уходила вот сюда. Но это, конечно, не совсем центр. Но, тем не менее. Выбираем вот таким вот образом. Теперь мы не трогаем, друзья, экспозицию. Мы берем контраст и тянем его немного влево. И, как вы видите, у нас более плавное осветление происходит. Значение минус 43. Светлые области я также слегка приберу. Это будет у меня значение минус 45. И вот теперь я экспозицию слегка подниму буквально на значение 0,1. Кликну Enter, чтобы выйти из панели градиентов. Еще раз Enter. И посмотрите, какой красивый черный цвет у нас получился. Ну, просто бесподобный. Итак, мы в базовых настройках. И вот, что мы с вами делаем. Мы берем значение четкость и убираем его влево. Смотрите, что у нас получится, если мы полностью уберем на минус 100. Видите, картинка такая расплывчатая. Это вот такой некий glow эффект, который используют в кинематографе. И мы с вами его совместим с текстуркой. Итак, четкость влево. На значение сильно не будем минус 25. А вот текстуру мы слегка поднимем на значение, пожалуй, плюс 15. И таким образом мы как бы одновременно и размыли картинку, и сделали более текстурной, более резкой. Далее. Я немного приберу насыщенность. И это я сделаю для того, чтобы потом поработать с красочностью. Минус 10. Теперь добавлю красочность, чтобы наша фотография стала слегка посочнее. Немного на значение плюс 15. Так, давайте посмотрим контраст. Все-таки контраст я сделаю немного слабее. Мне излишний контраст такой видеть не хотелось бы. Я думаю, что на значение минус 15 это будет хорошо. И теперь мне что-то здесь не хватает. Я иду в самый низ, в калибровку. И в значении основной синий канал, насыщенность. Подвину вправо и посмотрю. Да. Вот он добавляет насыщенность именно там, где я хотел бы видеть. И это значение у меня будет плюс 50. И теперь, друзья, мы давайте добавим немножко теплоты. Перейдем в цветокоррекцию. Выберем светлый канал. Насыщенность я сделаю на значение 30. И подвигаем наш ползунок. И тон на значении 40 я остановлюсь. Давайте посмотрим на глазик. Было? Стало. Было? Стало. Вот такие бежевые светлые оттенки. Это выглядит поинтереснее, более кинематографично. И фотография из холодной стала немного теплой. Но в то же время это все достаточно в меру. Все, друзья. Смотрим. Минималистичный снимок. Мало насыщенности. В меру контрастности. Синие, но при этом не ярко выраженные тени. А легкие такие сероватые. Никакого аквамарина. Никакого фиолетового. Минимализм. Тот самый, о котором я говорил в начале ролика. Нам осталось эту фотографию только сохранить. И если вы впервые на моем канале не знаете, как это делать, у меня есть бесплатный курс здесь на канале. Ищите в плейлистах. Который называется Lightroom от А до Я. Там я подробно рассказываю, как настроить Lightroom. Какие ползунки за что отвечают. И конечно же, как правильно сохранить обработанный снимок. Изучайте курс, да пребудет с вами бог творчества. А мы посмотрим, какая фотография была до обработки. И какая стала после. Мне такой результат нравится. Надеюсь, вам тоже. А на этом, собственно говоря, все. И если видео было полезным и информативным, не забывай, что здесь на канале Айска ты найдешь еще много полезного и интересного по обработке фотографий и по монтажу видео. А с вами, друзья, как всегда, был Серджио. Желаю всем творческих высот, добра и мира. И до скорой встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok